МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, давайте, курточку. Масочку дайте мне. Обязательно сейчас сюда дайте. Мы члены общественной палаты Саратовской области. Здравствуйте. Я руководитель группы карантинного реагирования. Это замок председателя общественной палаты. Ввиду того, что в связи с событиями карантинными и так далее введен режим ограничения, мы к пациенту не пошли. Мы пока уграничились тем, что посмотрели ответы пациентов. Ответы, которые проходят ежемесячно в рамках изучения удовлетворенности пациентами в качестве магазина медицинской помощи. Мы посмотрели все книги, жалобы, предложения. Нареканий на питание, как таковых, не было. Профессионалы документы посмотрели уже. Нагладные в стенах данного учреждения не готовят. Им привозят готовую пищу. Аутсортинг у них, да. У меня такой вопрос, то есть, собственно, из-за чего мы так насторожились. Реально ли то, что вы кормите людей на 26 рублей в день? На самом деле мы платим, будем платить по этому контракту, который вступил в силу с 1 февраля, 275 300 рублей. Значит, перерасчет на один койко день – это 26,80. Значит, когда прошла конкурсная процедура, открытый аукцион, мы, естественно, заволновались, что цена запредельно низкая. И попросили о встрече потенциального поставщика до подписания еще контракта. И на этой встрече поставщик потенциальный подтвердил, что берет на себя это обязательство осознанно и будет кормить за эту сумму. Ну, вы понимаете, что это нереально, это невозможно? Вы понимали это, когда вы согласились на такое? По законодательству у меня не было оснований отклонять, потому что потенциальный поставщик в открытом аукционе снизился. Могу также заверить, что, судя по всему, этот поставщик был не один в своем желании. И с тем, с кем они боролись, они упали буквально на 500 рублей меньше, чем вот сумма контракта, которую мы подписали. Поэтому люди понимали, куда идут. И на сегодняшний день они добросовестно исполняют свои обязательства. Нас кормят на сегодня нормально. Мы так прикинули, что на 26 рублей соблюсти вот эти ваши требования в настоящее время практически невозможно. Мы знаем 44-й федеральный закон, мы занимаемся общественной работой, имеем свой бизнес, каждый из нас посвел в своих обстоятельствах, участвовали в тендерах и понимаем, что это такое, как выиграют. Но если, так сказать, человек выиграл за 26 рублей и не соблюдает ваши принципы, всегда может ее признать недобросовестным исполнителем услуги. Так она соблюдает за 26 рублей все ваши требования, согласно поставить вашим требованиям. Наличие к сливочному маслу, молоко, сахар, белок, еще что-то должны быть у вас. Я не специалист, но я понимаю, что должны быть. По меню, которое у нас на каждый день есть, на сегодняшний день, сегодня 4-е число, у нас нет претензий. Мы хотим провести объективную абсолютно оценку. Мы вас заберем, сейчас отборы, сделаю проб по маслу, по другим молочным продуктам, еще что-то посмотрим. Мы работаем много лет с этой лабораторией, и мы сделаем свою оценку. И если вы по органолептике, вас все устраивает, и мы не находим никаких, собственно, нарушений в составе тех продуктов, которые обязаны были поставщики поставить вам, то есть без заменителя молочного жира, ну, как вы знаете всегда, то в принципе, в принципе, нас не интересует, за какую цену вам отдал поставщик эти продукты. Правильно я понимаю? Да, да, мы не аналитический компенсивный. Мы не хотим это анализировать. Нет, мы не приехали проведать по месту. Да, нас интересует, чем поставщик вас коровит. На качество питания есть жалоба у вас? Ну, смотрите, учитывая, что как бы питание диетическое, то есть после операции, про реабилитацию, я считаю, это вполне 8 дней назад. В любом случае нужно придерживаться диеты, чтобы не было никаких осложений. Шесть раз в день? В день? Да. На эти деньги, да. Шесть раз в день, да? Да, конечно. И все, как бы, сказать, по вкусовым качествам. Да. А скажите насчет свежести, насчет температуры пищи? Да, все, лично все всегда горячее, вкусное. Ваше мнение совпадает с мнением, товарищ? Совпадает, конечно. Лежит, лежит, не надо ничего сказать. То есть жалоб на питание нет? Нет. Здравствуйте. Сейчас мы все и выясним. Вас качество питания, скажите, устраивает? Очень. Вы прям как подготовлено начать? Мне, например, нравится. Нравится, да? Да. Мне довольны. Это радует. А если я вам скажу, сколько стоит шестирадовое питание, вас это удивит? Это я не могу сказать, я только два дня как пришла. А я тогда вам скажу, что вас кормят за 26 рублей в день. Соответствует ли то питание вот этой сумме? Ну, конечно, это дешево. Что я говорю, это дешево. Это супер дешево. Это практически мудрец, поверьте мне. Вот мы и удивляемся, как вас умудряется кормить хорошо за 26 рублей. Этот опыт, может быть, надо распространить. Продукты можно как бы, ну, повкуснее чуть-чуть приготовить. Эти же продукты. Бывает вот то ли смена, то ли дни какие-то. Ну, шесть раз, правильно? Шесть раз это получается питание, да? Шесть раз. Это фантастика какая-то. Пишите. Здравствуйте. Здравствуйте. По документу вас шесть раз кормят за 26 рублей. Ну, нам сразу хотелось заболеть, в кавычках, как говорится, и лечь сюда, чтобы питаться за эту сумму. Нам она показалась абсолютно нереальной. Потому что 26 рублей стоят сейчас на базаре яблоко одно. А у вас 6 рублей кормят первое, второе, запеканка, полдник, там, и те же самые соки. Вот вам качество продукции, которую вы употребляете, нравится? Оно соответствует? Да, нормально. Вот последний день нормально. На 26 рублей это нереально как-то. Вот мы и так думаем. Ну, мы и как бы думаем, ну, вдруг за свой счет она, допустим, может она в своей теге отруи складывается. Если действительно у них такие средства, такие средства, мы питаемся, то надо их похвалить. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Наша проверка не касается больницы, и не касается врачей, и не касается того услуга, который у вас оказали врачи. Мы приехали узнать про поставщика, который поставляет сюда. Последние 4 дня кормят хорошо. До этого, извините меня, есть вообще невозможно было. Вот 4 дня последних кормят очень хорошо. Невозможно из-за чего? Из-за вкусовых качеств? Из-за всего, да там, какое вкусовых качество, извините меня, там такие помои были. Я вам удивлю, наверное, я вам скажу, что вот ваше питание 6-ти раз в день стоит 26 рублей. 6-ти 6 раз у вас должны кормят. Вместе с полником. Полник, вот кисель. Вот. Ну, там написано, сколько, 5-ти, 6 полник. Полник, надо кисель. Я услышал, это за столом. Я не знаю, по полнику может быть. 4 раза кормят. Завтра. Может, я чуть-чуть не знаю. 6 раз и 4. 2-й завтрак утром. Ничего этого нет. Яблок нет. Это дают у нас утром кашу и яблоко. Сколько раз? 2 завтрака. Нет, 1 завтрак обед. 4 раза, а по поделите 6 раз. Ну, 6 раз. 2 завтрак? Нет, ну, яблоко вам дают, это у них считается раз. Вот мы пытаемся выяснить, соответствует ли кормка вам куша 26 рублей. Конечно. Ну, по мнению больных, кормить стали последние 4 дня. После публикации, так сказать, стала продукция прижать более-менее съедобно. До этого назвали ласковым словом помои, так сказать, если это любопытно. Ну, да. Вот 4 дня как раз вышло 30-го числа статья. А сейчас кормят, никто не жалуется. По медицинским вопросам, по вопросам благоустройства и самого здания больницы у нас вопросов никаких не возникло. По питанию, органолептический анализ, который был проведен, ну, он вывел качественную нормальную пищу. Мы отобрали пробы молока, сливочного масла и сыра. Результат исследований тех проб, которые мы отобрали, будет готов в течение 10 дней. После этого мы будем делать выводы о качестве тех продуктов, которые поставляются в этот климат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова